Здравствуйте! Наступило наше время. В эфире ежедневная информационная программа телеканала «Просвещение». Сегодня выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Награды вручил глава государства Владимир Путин. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. С места событий корреспондент учительской газеты Оксана Родионова. Мне кажется, для участников это стало некоторой неожиданностью. Они очень разные. Вита Криченко, по-моему, она очень такой глубокий педагог, это филолог. Она, так сказать, научную основу подкладывает по свои уроки. И детям, мне кажется, очень интересно быть исследователями, когда они оказываются на ее уроках. Что касается Александра Димахина, он более эмоциональный педагог. Он рассказывает о своем предмете МХК, мировая художественная культура, о разных периодах развития искусства. Так что детям становится очень интересно, и они чувствуют искусство. Как говорит сам Александрович Димахин, культура проходит через нас. Как сделать доступным качественное в Москве в рамках открытой трибуны, обсудили поправки в готовящийся закон об образовании. Около двух недель осталось до рассмотрения закона в первом чтении в Госдуме. А потому все сильнее становятся споры между участниками образовательного сообщества. На дискуссии побывал наш корреспондент. Закон об образовании должен быть принят в ближайшее время. Не будет преувеличением отметить, что вся общественность за миранием сердца ждет этого события. Нормативный акт планируется на десятилетия. И, естественно, один. Но на рассмотрение в Госдуме представлены сразу два законопроекта. Первый подготовлен правительством второй фракции КПРФ. Из 76 позиций в двух документах совпадают 12. Консенсуса на образовательном Олимпе достигнуть будет сложно. По мнению Олега Смолина, принцип «не навреди» в ряде позиций не учитывался. Мы считали до 12 позиций, по которым положение тех или других участников образовательного процесса может ухудшиться. Ну, например, там ликвидируется как особый уровень начальное профессиональное образование, что вызывает активные протесты со стороны работодателей профессиональных ассоциаций. С профессиональным образованием вообще связано много вопросов. Схема колледж-производства работать, скорее всего, не будет, отметил председатель ассоциации ведущих вузов России Ярослав Кузьминов. Старение технологии происходит за 10 лет в советское время. Этот срок составлял 25 лет. Значит, от узкой специализации необходимо отказываться и со школы воспитывать человека думающего, способного работать с непоготовым алгоритмом. Для этого, по мнению Ярослава Кузьминова, прежде всего необходимо начать борьбу с так называемым псевдообразованием. Государственный экзамен, выпускной экзамен, если хотите, из вуза, он должен приниматься государством или уполномоченным государством. Могут быть ассоциации вузов, но, в общем случае, это не должен быть тот вуз, который подготовил человека. Высказать свое мнение на открытой трибуне могут представители непарламентских партий и эксперты. Поделился своим представлением о законопроекте и преподаватель Евгений Ямбург. По данным ВЦИОМ, он является самым авторитетным человеком в России в номинации «Учитель». За то, что корректно умеет отделить образование от экономики. Данную реформу он называет «сумерками дополнительного образования». Если в худо-бедно общее образование прибыли стандартные, то дополнительное образование, простите, оно тоже идет сегодня подножь. И то, что дополнительно, это не второй сорт, потому что большинство талантливых людей, актеров, инженеров, вырослых в кружках и секциях, сегодня нам ссылается на нищика, который говорит, перегрузка детей и на ребенка в начальной школе нам разрешает только 4 часа бесплатного дополнительного образования. Также далеко не всех устраивает баллонская система, защитники и противники которой сломали уже немало копий. Западным образовательным опытом нужно пользоваться с осторожностью, в этом собравшиеся солидарны. Баллонскую систему предлагают вводить на добровольной, а не на обязательной основе. А вот финансирование образовательного процесса в западных странах показательно и вполне может быть заимствовано, отметил депутат Госдумы Олег Смолин. На образование должно выделяться не менее 7% от всего госбюджета. При этом в проекте Миноборнауки такие нормы не прописаны, а на правительственном уровне речь идет лишь о 4-5%. Часть финансирования, по мнению экспертов, должна быть задействована при создании образовательного контента. Мы предлагаем, соответственно, восстановить в России образовательный канал в метровом диапазоне и государством поддерживать все те программы, которые будут заниматься образовательными программами. Сейчас в России слишком много телевидения, которое испытывает интерес, говоря словами Ильи Оренбурга, к нижней половине человека и слишком мало образовательного телевидения. Это сказывается на наших показателях человеческого потенциала и образовательного потенциала в частности. Образовательный процесс станет прозрачнее, если удастся описать его понятным языком, констатировали эксперты. По их мнению, в документе много излишней терминологии и канцеляризмов. Если профессионалы жалуются, то что же говорить о рядовых потребителях образовательных услуг? Наши требования ко второй версии закона о том, что должна быть средняя зарплата по экономике, записана как государственная гарантия труда учителя, присутствуют сейчас в этой версии. Но мы бы хотели, чтобы она была четко не в соответствии с постановлениями правительства и указами президента, а все же средней по экономике. С необходимостью ЕГЭ, казалось бы, согласны все. Как свидетельствуют педагоги, он ликвидирует региональную дискриминацию. Но и здесь без дополнений вряд ли обойдется. Устные аттестационные экзамены должны дополнять ЕГЭ, высказала свое мнение Ольга Свиблова. В сложившейся ситуации охранять предметы приходится как редких животных. Можно вводить какие угодно ЕГЭ, но если дети не знают истории, то надо забыть о слове образования. Вопрос экзамена дополнительного, по крайней мере в сильные вузы, потому что образование это пирамидальная ситуация, мне кажется, нужно предусмотреть, это очень важно. И, конечно, экзамен наших преподавателей, так же, как и экзамен наших студентов. 10 октября заканчивается время получения поправок к законопроекту из регионов. 16 октября он будет рассмотрен в первом чтении в Госдуме. Но и это не станет финальным аккордом образовательной симфонии. В ноябре закон ждет второе чтение. Наталья Ершова, Никита Завада, Сергей Бойко, телеканал «Просвещение». Россию ждет великое будущее. В этом уверены участники Международного конгресса «Пути развития России». От фундаментальных исследований к передовым разработкам. Он состоялся в Москве. Кульминационным событием конгресса стало вручение научной премии «Скобус Эворд». На торжественной церемонии награждения лучших ученых страны побывала Екатерина Шахова. Приглушенный свет, звуки скрипки, взволнованные улыбки и поздравления. Лучшие ученые страны собрались в одном зале, чтобы поздравить друг друга с последними достижениями в исследовательской деятельности. Компания «Эльзивир» – один из старейших лагерских домов мира. Проводит ежегодное премирование лучших ученых России. Сейчас наука становится мультидисциплинарной и она становится международной в истинном смысле этого слова. Наша задача в том, чтобы сделать так, чтобы российские ученые работали дома. И при этом им было комфортно и удобно делать свою работу. Международная премия «Скопус Эвордс» уже 8 лет является объективным показателем дотяжения ученых. Вклад каждого отдельного автора измеряется количеством опубликованных научных статей и их цитированием в журналах. В этом году лауреатом премии стали ученые, трудящиеся в области химии, математики, физики, биологии и медицины. Дело в том, что в России сейчас очень остро стоит проблема смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Как вы знаете, порядка 50% смертей приходится именно на вот эти заболевания. И связано это, как сейчас показано многочисленными исследованиями в мировой литературе, прежде всего с нерациональным питанием большей части населения. И вот как раз на это и направлены наши исследования, для того, чтобы понять, какие лучше продукты употреблять, в каких количествах. Раньше премию Scopus Awards вручали только тем ученым, которые много публикуются за границей. В этом году руководство компании Resivir решило уделить особое внимание инновационной сфере. Первое, что мы должны понимать, когда речь идет об инновациях, это то, что не каждая идея — это прогресс. Среди ста идей только в три или в четыре действительно стоит вкладывать деньги. И сделать выбор очень нелегко. Я вижу правильные шаги России в этом направлении. Я думаю, что Сколково — это правильный шаг. Но для всего этого нужно время. Я повторюсь, это не так просто. Это не то, что приносит результаты за один или два года. Для России вопрос поддержки ученых и их исследовательской деятельности особенно актуален. По мнению специалистов, российские ученые недостаточно включены в процесс мирового обмена знаниями. И именно поэтому необходимо поощрять авторов, работы которых публикуются в международных изданиях. Екатерина Шахова, Антон Баранов, Терапинал просвещения. Мир образования, науки и культуры бесконечен, а наш выпуск, к сожалению, нет. Далее вас ждет прогноз погоды. А мы прощаемся. Увидимся, когда наступит наше время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова